Ирбитская ярмарка Кандидат исторических наук Советник ректора по молодежной политике Уральского государственного педагогического университета Денис Островкин Денис, здравствуйте Здравствуйте Первый вопрос хотелось бы все-таки уточнить Почему медицина, почему Ирбит? Ну, честно скажу, что Когда я поступал в Уральский государственный педагогический университет На факультет исторический То во многом определялась, конечно же Сфера научных интересов Твоего научного руководителя И так как мой научный руководитель занимался Социальной историей Урала Он мне предложил заниматься историей медицины Откуда я, в принципе, родом Города Ирбита, Ирбитского уезда в частности Поэтому здесь был, скажем так Возможный некий подневольный акт Когда я стал заниматься историей здравоохранения Ирбитского уезда Ну, а дальше стало вам интересно То есть, ну, сделали вы диссертацию Охватили какой-то определенный временной период Дальше была ли тема интересной? Да, то есть, как всегда говорю, бывает в этом случае Либо ты за пять лет понимаешь, что это не твое И пристаешь этим заниматься Либо второй путь, что ты входишь в эту тему Тебе становится интересно И ты всячески пытаешься ее потом раскрыть У меня пошел по второму пути И сначала, изучив историю Ирбитского уезда Перешел, к примеру, на Шадринский уезд Ну, а дальше уже сейчас защитил диссертацию кандидатскую По истории здравоохранения Урала в целом В годы советского периода Дальше продолжаете заниматься темой? Или вот советский период это все охватывает Начиная с 17-го года или до 80-го? Ну, сейчас я дошел до 41-го года И потихонечку начинаю двигаться дальше В данный момент даже выиграл грант На изучение медицины Урала В годы Великой Отечественной войны Потому что тема тоже очень обширная И появление госпиталя здесь И абсолютно огромное количество населения Которое переезжало сюда, эвакуировало сюда Поэтому это тоже, думаю, будет следующая тема Которую я раскрою или попытаюсь раскрыть в своих исследованиях Много интересного нашли для себя в той теме Которую вот исследуете так подробно? Ну, конечно, потому что я всегда, честно скажу Интересно быть, не знаю, переоткрывателем в этой теме Потому что до меня никто не занимался Этой проблемой профессионально Поэтому, начиная от санитарно-эпидемической ситуации Которая была на Урале в этот момент И, в частности, в Вербите тоже Заканчивая развитием врачебной помощи Медицинской, количеством больниц и так далее Это, конечно, увлекает и делает, скажем так Определенные выводы Это наталкивает на определенные выводы На определенный анализ, в том числе Сегодняшняя ситуация, которая происходит в здравоохранении Но сильная ситуация изменилась? Ну, сегодня, да, она сильно меняется Потому что, в отличие от того периода Шло, наверное, такое увеличение И количество больниц, и количество врачей Сегодня мы видим некую активизацию Да, реформу активизации Это, наверное, идет в некий диссонанс С тем, что происходило Особенно в советский период Денис, ну все-таки давайте вернемся в век XIX Вот в начало XIX века Какие основные характеристики были У санитарно-эпидемиологической обстановки Если можно выразиться так современным языком Вот в городе Ирбите, Ирбитском районе Ведь достаточно сложная была ситуация Большое количество приезжих Определенные условия природные, да? Чем характеризовалась эта ситуация? Честно скажем, что фактически до земств Которые были организованы на Урале В 1970-х годах Квалифицированной медицинской помощи Не оказывалось И на весь Ирбитский уезд В 1964 году, к примеру Был всего лишь один врач И три фельдшера Это на какое количество человек? Это огромное количество Здесь проживало около 50 тысяч тогда И один врач? Один врач То есть, конечно же, он был в городе Ирбите Во время ярмарки, честно скажем Количество врачей увеличилось Специально, потому что здесь огромное количество населения Приезжало Количество врачей в городе увеличилось до пяти Но и то, это, конечно же Абсолютно минимальное количество И как пишут в источниках Даже если так вот Боюсь процитируют неправильно Но врачи пишут так Большинство обращавшихся пишут Вы говорите Немного полечите меня А обращаться за помощь Буду где-нибудь уже в Москве Ну вот, потому что люди приезжали Здесь подлечите немного Вот я буду То есть, потом вернулся домой И там долечиваться Понятно, что Но это давало определенный отпечаток Потому что здесь и происходило Дальше заражение и так далее Вот, поэтому Так называемые органы Общественного презрения Которые существовали Фактически в начале 19 века Они никакой большой Так помощи не оказывали Больниц нету Врачей профессиональных Обученных нету Фельдшеров нету Кто лечил? Ну, конечно, это знахарство Огромное количество знахарства Процветало И люди вообще даже Боялись всяческих прививок Например, к примеру Оспа Да, так это огромное Это, скажем так Одно из самых страшных заболеваний И про Оспу вообще говорили, что это бич Урала Как лечили ребенка Обмазывали сметаной И давали слезать И собака должна была слезать эту сметану И считалось, что вместе с этой сметаной Уйдет вся болезнь Помогало? Ну, конечно же, нет Поэтому до года Первого года жизни Да, надеюсь Вот в Ирбитском уезде Умирало 4 из 5 родившихся детей Это огромный, конечно, показатель Он превышал все нормы И в среднем по России Да, в 2 раза превышал нормы российские Во-вторых Проблема существовала И в нормах, скажем так Питьевых Начиная от питьевых норм Потому что не было традиции Кипятить воду Или часто сырую воду То есть это были такие Ну, то есть получается Одним из источников заражения Населения фактически Была вода, на которой мы живем Да, да, да К сожалению, это в том числе Климат-географическая, да, что ли Географический минус Ирбита в целом Потому что он в некой низине находится И все источные воды Они обычно проходили Те источники питьевые Которые были Это Ницца, это река Серебрянка И так далее То есть И вот как пишут в источниках Даже в 80-е годы Это специальное исследование провел Один из первых санитарных врачей в России И первый санитарный врач Ирбити Это врач Серебряников Написал целое исследование В 1885 году Медико-топографическое исследование Ирбита Ирбитского уезда Он говорит о том, что люди После того, как брали Ведро воды С утра к вечеру Был осадок В величине в стакан Всяческих навозных Эксперментов Возвели за ручьми Но наше действие у нас здесь было достаточно Да, да И, к сожалению, конечно Это накладывало отпечаток И очень была распространена дифтерия Были распространены кишечные заболевания Это все связано, конечно, с этим И свойством географическим И присутствием большого количества людей Которые съезжались Особенно времена ярмарки А санитарные условия Минимальные Огромное количество народу Врачебной помощи нет Значило ли это, что в Орбите Постоянно были какие-то эпидемии? Эпидемии Вот В целом Конечно, возможно сказать Что это были эпидемии Потому что до расстройства самой холеры До 1890-х годов Никаких даже специальных действий Не происходило Во время холеры Единственное, что было Это государство Спускало определенные циркуляры Как необходимо, что действовать Создавались врачебные советы И на этом, в целом Вот так заканчивалась история Вот То же самое было С венерическими заболеваниями Когда из 280 селений Которые были Во временной ярмарке Как пишут Сифилис перебалдал В 120 селениях То есть это тоже Огромное количество эпидемий И То же самое Натуральное оспа Тоже в эпидемии Существовали огромное количество Но это компенсировалось Которое так И если вы помните Огромным количеством Ирождаемости Огромное количество Нарождаемости И тот же врач Серебренников Написал Одним из первых Сканок О негативных влияниях Ярмарки И говорит о том Что Население Можно цитировать Да Население вымирает Но местные власти Не бьют тревогу Потому что оно Компенсируется Приезжим Населением Поэтому да Эпидемии Были эпидемии Но они существовали По всей России Не нужно Делать Из этого Некий Что ли Бич Одного Урала Денис Все-таки 1850-е Года 60-е Реформа Александра Появление Земской Медицины Как она Пришла В Эрбит То есть Как шел Вот этот процесс Появления Земских докторов В Эрбите Ну Я сказал Что сама Реформа В 64-м Году Происшла На Урале Земство Начинает Сформироваться В 70-е В Эрбит Это тоже В том числе Было сформировано Естественно Сразу же Одним из первых Скажем так Что Реформа Главная задач Которая была Поставлена Перед земской Медициной Это развитие Медицины И доступности Для населения Медицины Естественно Что В этот период Постепенно Начинает Увеличиваться И количество Врачей Начинает Постепенно Увеличиваться Бюджет Который Выделяется На здравоохранение Если посмотреть Начиная От 70-х Годов Уже К началу 20-го века То бюджет Увеличился В 2-3 раза Увеличился На медицину Естественно Это Помогало Привлекать врачей Кроме того Земство Очень важную Вещь делало Чего до этого Не было Она стала Уделять стипендии Для студентов Чтобы они Обучались Бесплатно В университетах Даже В Казани В Москве Потому что Здесь У нас На Урале Не было Медицинского Института И так далее Образования Не было И поэтому Уже фактически Вот Начиная С одного Врача С одного Врача Это Конечно же Это было Минимально И честно Скажем Что Земство Считывало Фактически 50 лет До 17-го года Может быть Немного Было сделано Потому что Количество В Вербицком Уезде С одного Врача Увеличилось До 9 Врачей Ну Да В 9 раз В 9 раз Да Но Однако Если посмотреть Даже В конкретных Цифрах Если В начале То есть В 70-е Годы На одного Врача В Вербицком Везде Приходилось 40 тысяч Населения То Уже В дальнейшем На одного Врача Приходилось Около 17 тысяч Это Конечно Тоже Большая Сумма Представьте Сейчас Это Фактически На весь Вербицк Было бы Два Врача Земство Пошло По пути Того Что В рамках Недостаточности Высшего Высшего Персонала Делал Ставку На Средний Медицинский Персонал И Количество Фельдшеров Здесь Увеличилось Еще Больше Раз Если Сначала Было Два Врача Два Фельдшера Два Средних Медицинских Персонал Такого Работника То Потом В 17-м Году Их Увеличилось До 25 Здесь Еще Больше То есть В 12 Раз Увеличилось Количество Поэтому Естественным Образом Была Сформирована Система Фактически Которая Существовала До 17-го Года Разъездная Система Что это Такое То есть Это Когда Врач Садился На Лошадку И Объезжал Свой Участок Кроме Того Что Сделало Еще Земство На Что Сделало Ставку Это Развитие Пушерства Которого Специализированного Пушерства Тоже Не существовало До 70-х Годов Фактически И Не только В городах Точнее Не только В деревне Но это Естественно И в городах Существовало Вот И Земство Сделало Большую В этом Не знаю Подвижение Да Рывок В этом отношении Да Городские Жители Больше половины Начало обращаться К акушеркам Специализированным Это было Важно И В этом отношении Вот если мы с вами Говорили тоже Что умирало Три-четыре Из пяти Родившихся То К 1010 году К 1010 году Детскую смертность Земству Удалось снизить Конечно Это огромный процент До 40% Ну вот Снижение Детской смертности Непонятно А то Что количество Врачей Ну вообще Медицинского Персонала Вылечилось Как-то повлияло На ситуацию В целом Не только По детям Но и По взрослым Тоже Стабилизировало Стало Неменьше Болезни Что-то Происходило Ну естественным Образум Вылечение Количества Врачей Оно Нельзя сказать Что стабилизировало Ситуацию С эпидемиями Потому что Последняя эпидемия Вот Скажем так Даже По натуральной Оспе Последний случай По натуральной Оспе На Урале Было зафиксировано В 1936 году Если я не ошибаюсь Это уже даже В 1936 году То есть Естественным образом Земство Не смогло победить Огромное количество Эпидемий Которые существовали В данный период Но по крайней мере Даря деятельности Земство Смогло Стабилизировать Ситуацию По холерным Заболеваемости Да То есть Если до этого Фактически Раз в два В три года Стучали вспышки Холеры До Там 50-е 40-е годы Постоянно Спышки Холеры Происходили То уже Начало 20-го века Мы не можем Отметить Огромного количества Сплеска Заболеваемости Этой болезни Среди взрослого Населения То же самое Касается И Венерических Заболеваний Благодаря Увеличению Врачей Благодаря Профессиональному Осмотру Женщин Мужчин Мы смогли Стабилизировать В этом Ситуации Отношению И Как писали Если Порядка Во время Ярмарки В том числе Да Во время Ярмарки Порядка 30% Населения Было Сифилизировано То Смогли Снизить Процент До 15-20% Поэтому Да С одной стороны Земство Не смогло В полной Мере Обеспечить Население Квалифицированной Медицинской Помощью Потому что Не было Просто возможности Добраться До каждого Жителя Что ли До каждого Населенного Пункта Однако Они сделали Большой рывок Вообще В создании Системы Потому что И советская Система Честно сказать Она потом Опиралась На Те Земские Скажем так Нововведения Которые были И Вплоть до 40-х годов До Проведения Районной Реформы Это была Постепенная Вот Просто Трансформация Земской Системы С увеличением Количества Врачей С увеличением Количества Больниц Ну вот Такая Ну вот Тоже фактически Ответили На мой Следующий Вопрос Если бы Земство Продолжало Развиваться Смогли бы Ли мы К 70-м Годам Получить Ту Медицину Которая У нас Была Ну вот Уже В советское Время Или Все-таки Это была Несовершенная Реформа И она Требовала Какого-то Обновления Я Затрудняюсь Честно Ответить Смогли ли мы Дойти До того Тех Высот Которые Были Но То Что Путь Который Был Избран Земской Медициной Был Правильным Это Без Сомнения Потому Что Дары Сегодня Говорят О том Что Земская Реформа В области Медицины Здравоохранения Это Была Одна Из Самых Передовых Реформ В мире До Тот Момент Если посмотреть На Общие Цифры Которые Были И по Российской Империи В целом И по Региону Везде Идет Увеличение В разы Меньше Персонала Больниц Да Это Пусть Были Ну Фактически Сегодня Можно назвать Это Больницы Бараки Да Потому Что Была Буквально Одна Койка Было Где-то Приемное Отделение Небольшое И все Но Сам Факт Сам Факт Того Что Пытались Дойти До Жителей Это Вызывает Только Уважение Только Уважение Ну Я правильно Понимаю Что Система Кардинально Изменилась В 1917 Да Конечно То есть Она Кардинально Изменилась Потому Что Советская Власть В первом Фактически С одной Из первых Своих Декретов То Что Касается Здравоохранения Сказала Что Медицина Должна Быть Общедоступной И Бесплатной И В дальнейшем Советская Мы увидели Совсем Другой Уровень Другой Уровень Но Это Связано В том числе С Увлечением Материальным Обеспечением Государства Более Стабильным Что Ли Так Сказал И Возможностью Финансирования Возможностью Финансирования Денис Большое Спасибо За Рассказ Я думала Обязательно Продолжим Эту Тему Спасибо Что Пришли Сегодня К нам В гости Ответили На Вопрос Вам Спасибо Спасибо